Сказать, что ремонт улицы Павших Комунаров местные жители ждали с нетерпением, значит ничего не сказать. На протяжении десятилетий эта дорога оставалась главной транспортной артерией района Гавань. Естественно, повышенная нагрузка приводила к постоянному износу полотна. Плачевное состояние проезжей части стало основной причиной включения улицы в национальный проект безопасной и качественной автодороги. Улица Павших Комунаров одна из первых улиц, заасфальтированных в городе. Во-первых, само полотно дорожное уже осело и практически на каждом перекрестке собираются огромные кучи лужи воды, вот как после дождя, после таяния снега и так далее. Большое неудобство приносило людям эта улица. Сейчас ведутся работы, большие работы. Принимали местные жители участие в разработке проекта, высказывая свои пожелания и обозначая наиболее проблемные точки. А теперь вместе с представителями администрации контролируют ход работ. Впрочем, придраться пока не к чему, все идет по плану. Объект не проблематичный, как бы обычный объект. Есть определенные трудности, как и на других объектах, которые мы строим. Поэтому здесь ничего сверхъестественного нет, с заказчиком работаем. То есть какие есть проблемы, они нам решают. Ну, я думаю, что с завершением проекта, объекта проблем не будет. В итоге улица Павших Комунаров превратится в четырехполосную автомагистраль. Расширение обусловлено сразу несколькими причинами. В их числе и планы градостроителей по реконструкции виадуков Абакана. Это, естественно, вопрос длительной перспективы, но готовить прилегающую транспортную инфраструктуру нужно уже сейчас. На сегодня 670 метров у нас сделана выемка. Два слоя основания выполнено. Установлено 30% бордюра на этом участке. Часть опор. Подготавливаясь с завтрашнего дня, начинаем основание по тротуарную часть. Ну и следом будем укладывать асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Сегодня к вечеру, точнее завтра с утра, мы будем переключить движение на участке. Начнем вторую часть делать фрезеровку. Следом будем делать выемку на этом участке под зимполотно. Ограничение дорожного движения, это, конечно, сегодня самое значительное неудобство, связанное с проведением работ. Но ради новой дороги жители готовы потерпеть. Анзор Сабанов, Артем Зараков, Новости.